Девчоночки мои, всем доброго дня! Сегодня у меня правда полезный вид, не обращайте на меня внимания, я себя очень плохо чувствую, у меня очень болючие критические дни, ну что делать? Бывает раз в год такое, но в этот месяц просто таз, просто какой-то даже вся опухла, припухла, опухла, мои глаза вообще, простите мои веки. В общем, сегодня, в общем, опять же, опять начался сыр-бор, в общем, последний, даже, нет, одежду я, наверное, буду впервые показать, но еще первый и последний раз показываю размеры моей одежды, эти все плази, которые я сейчас покажу, я покупаю в H&M, размер там один и тот же, значит, когда я говорю размер 48-50, это я имею ввиду российский размер. Вы же, опять же, думаете, что я говорю европейский размер. Нет, я говорю российский размер, а в основном у меня 42-44, это европейский размер. Чтоб не было больше никому мучительно больно, я всем объявляю, что у меня рост метр 60, что я очень сильно похудела, моя, как говорится, структура тела опустилась вниз. Выгляжу я всегда крупной, может быть, из-за того, что мои ноги и живот большие, плечи и грудь, как бы здесь, где талия, я как бы узкокосная. Все остальное, весь жир и кожа у меня внизу. Вот, и чтоб вы так сильно себя не мучили, не говорили, ах, 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 у меня 60 килограмм, почему я ношу, почему я ношу 50-й размер? Девочки, у всех фигура разная, вы это поймите, что у всех телосложение разное, фигура разная. Естественно, все носят по-разному, у всех мышечный корсет разный, у меня и вообще нет этого мышечного корсета. Я вообще вот такая вот, ну, дряблая, бобца, как вы это хотите слышать. Вот, чтоб я в этом призналась. Да, я в этом признаюсь, я желе, медуза, медуза. Так, ну что, мое любимое платье в горох, да, которое я ношу очень часто. Вот, я не знаю, будет ли видно, но я все бирочки нафоткаю. Вот, значит, это H&M, как вы, наверное, видите, да. И вот, пожалуйста, вам, значит, 44-й УЕ, я не знаю, не видно, наверное, я лучше, наверное, нафоткаю. Украинский 16-й, 44-й, значит, европейский. Ну, правильно, я не знаю, украинский, тут, наверное, да. Значит, значит, 175 рост, ну, как бы для высоких девушек это платье. В основном их покупают, чтоб они были по щиколотку, а я ниже. Так как у меня ноги больные, вот, естественно, мне надо по щиколотку, чтоб были. Ну, в общем, я нафоткаю все бирки вот эти, чтоб вам было видно, что это 44-й размер. Так, вот это платье в горох. Дальше, мое любимое платье новогоднее, которое есть и покупало, атласное. Вот. Это, значит, тоже H&M, вот, видите, H&M, знаю, видно, не видно. Значит, тут написано 44-й размер, 44-й, вот. Дальше поехали. И это, значит, у меня туника, которую я тоже брала, в H&M, тоже H&M. Тут 42-й размер. Тут ни черта не видно, я понимаю. В общем, я сфоткаю, чтоб было видно. И последнее мое леопардовое платье, которое, кстати, очень много всем нравится. Я говорю, ой, от него еще 2-й пахнет. О-о-о, 6-го март. Ах, с вечеринки. Ой, как он так приятно пахнет прям. М-м-м-м-м. Ха-ха-ха. Пахнет прямо женщиной, женщиной. Ах, женщиной. Сексуальной женщиной пахнет. Прям леопардное платье, сексуальная женщина. Ну, все про меня, в общем. Так, и значит, и здесь стоит уже не цифровой размер, а стоит L-ка. Это я тоже сфоткаю. Вот, ну, я не знаю, видно, не видно. Видите, отсвечивает немного бы. Вот так бы сделать, тоже, наверное, отсвечивает. Тоже отсвечивает. Ну, ладно, сейчас я сфоткаю вам, и вы уже увидите. Не, ну, правда. Блин, как вообще круто. Круто, когда пахнет вот так, знаете, вообще вот. Прямо с женщиной. Любите себя нюхать? Я себя обожаю нюхать. Вот меня классно пахнет. Вообще прям. А вот это нет. Это не пахнет. Это не пахнет. А Новый год? Может, мандаринами пахнет? Или елкой? Нет. Нет, пахнет приятно, но не елкой. С мандаринами. И надо все вещички будет куда-то деть, уложить их. Так. Ну что? Все. Ой, это я платье обожаю. А, где-то еще линолеум. Линольное у меня платье еще лежит, как вы говорите, линолеум. Линолеум. Там тоже, по-моему, 50 размер, но российский. Тоже 44 европейский. Тоже. Потому что платье я всегда беру 50 российский. Потому что у меня еще попа. Попа еще большая. Да. А чем, кстати, больше размер, там, естественно, длиннее платье. Ой, что-то по лице идет. Не знаю. К нам, что ли. Участковый. Так. А, здесь, кстати, у меня что-то случилось с петелькой. Надо вот ее будет. Что-то она растянулась, по-моему, у меня. И расстегиваться начала. А я ее, да, я ее переделала чуть-чуть. Да. В общем, вот такое вот мое любимое платье. Но я знаю, кстати, многим девчонкам мои платья очень нравятся. Так что, девочки, если у вас есть H&M, и если... Вообще, можно заказать через приложение. А вот. А вам по почте пришлют. Вот. Это вообще, кстати, очень... Сделать легко и просто. Просто скачивайте приложение. Выбирайте себе. И главное, сделайте галочку, помечание, что вам нужно прислать по почте. И все. И через несколько там дней, ну, смотря где вы живете, естественно, вам пришлют. Вот. Вот такие мои платья. Обожаю их. Обожаю. Пока что, ничего, новиночек пока в H&M нет на счет платьев. Я в основном, у меня зацикление на платье там. Потому что мне они подходят по длине. Мне самое главное, чтобы они были длинные. Вот. Но если только, как только я увижу что-нибудь, я обязательно куплю. Ну, вот в H&M я тогда брала вот это вот с цветами. Это вот это вот большое, которое... Я думаю, что я ребешок повяжу. И буду красотка. Тоненький какой-то мешок Наталью. И все. И платье готово для меня. Для меня красивое. А, я еще сейчас напомню его. Да, H&M вам пришлют вот в таком своем фирменном пакете. Вот такой пакет. Тут будет ваш адрес. Все. И по почте вам пришлют. А это, значит, вот мое фирменное, любимое платье. Да, вот оно. Кто не видел, кто зашел только недавно ко мне, подписавшийся. А тут, значит, тоже не цифровая маркировка идет. Тоже Элька. Ну, я отфоту, и увидите. Вот, значит, вот такое вот платьишко. Я еще даже вирки не убирала. Не знаю, почему. Вот такое, значит, у меня платьице, платьице, платьице. Кто говорит, о, оно как большое. Ну, да, возможно, оно мне большое. Но я его поделаю, так сделаю, чтобы оно было красиво смотрелось на меня. Ну что, все. Всего вам доброго. Хорошего вам дня. Хороших вам выходных. А, ну завтра, кстати, уже рабочий день. Уже все. Завтра уже шестое число. Шестое, седьмое, восьмое. Работаем. Девятое, десятое, одиннадцатое. Отдыхают люди, да? А потом неизвестно, продлят карантином или нет, самоизоляцию. Посмотрим. Скрип уже. Прям вот конкретно работать и все. А то звонят, выходи. Потом звонят, не выходи, выходи, не выходи, выходи, не выходи. Вот так. Вот. Но у нас, кстати, уже начинается завтрашний день отключение отопления. Так что готовьтесь. Скоро будем отключать отопление. На сто процентов мы будем на работе. Вот. Такие вот дела. Ладно, все. Давайте. Всего доброго. Хорошего вам. Хорошего настроения. Все. Я пошла спать. Я засыпаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok